здравствуйте друзья это по-прежнему анапа и сегодня 22 апреля 2019 года я нахожусь в детском парке но в той части парка которая осталась еще в таком первозданном запущенном виде но вот эта запущенность она конечно ведь это как раз то что в общем то и нужно всегда в парках то есть сохранять естественный ландшафт но в то же время следить за тем чтобы она вот допустим эти вот сухостой так не валялся здесь не было сухих ветвей чтобы не было конечно мусора вот что нужно в настоящем парке а проехал я сейчас через парк развлечений которые носят название джунгли вот там пока тихо пока тихо и спокойно но рабочие копошатся то здесь то там и слышно как поют птички верещат свистят и это очень здорово потому что начнется сезон оттуда будет разноситься вот эта какафония ужасная которая будет бить по ушам с каждого аттракциона будет лететь какая-то музыка каждый будет ее включать громче и громче ее будет слышно только вот рядом с ней и это все будет сливаться в ужасный вот этот шум это конечно будет ужасно и поэтому я вам это все покажу летом вот а сейчас я остановился именно здесь потому что ну травка зеленеет и солнышко блестит и это здорово конечно но немножечко о плохом я вот там сейчас в районе лодочной станции заехал на этот помост возле анапки вот хотел колеса помыть у велосипеда и искал где съехать можно потому что помоста не помоешь колеса надо где-то что берег был ну и съехал к берегу и вдруг вижу тетка сидит я думаю чего она сидит и так ну я человек такой неискушенный в общем то знаю что ну парк это для отдыха для прогулок ну в крайнем случае можно и посидеть вот и только потом я понял что она же там отправляет свои естественные надобности вот она так притаилась как этот воробушек такой потому что вот она буквально в метрах так скажем сколько тут но метра вот даже десяти метров нет как вот я на нее прямо выехал и она вот так вот вся вжалась в траву вот это говорит о том что и не она одна потому что смотрю люди тоже вот идут по пионерскому проспекту и раз и сворачивают вот в эту зеленую зону ну думаю вот люди такие молодцы вот не хотят идти там по ну по городу по асфальту они хотят природой насладиться подышать потом смотрю там две пары таких уже пожилых людей значит два мужика так щук так немножечко так вилочку сделали разошлись так сторонку каждый под свой кустик делают свои дела тетки в свою сторону пошли как говорится мужики налево тетки направо тут это сидит в кустах прямо передо мной ну думаю братцы проблема бесплатных туалетов она как стояла так и будет стоять и будут этот парк загаживать мало ли у собаки загаживают еще и будут люди загаживать потому что здесь вот сейчас парк развлечений сделали джунгли если по плану посмотреть то там туалет обозначен как вот фильме бриллиантовая рука буковками м и жо но он действительно туда вот как и в фильме написано значит куда-то значит на восток порядка там я не знаю трехсот метров вот но сделайте его поближе нет его спрятали специально подальше вот а людям куда ходить они конечно будут вот сюда ходить вот 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 сюда они будут ходить и будут вот здесь вот под каждым кустом находить как говорится себе бесплатный туалет вот смысл бесплатных туалетов вообще в европе и у нас в россии когда-то должно же дойти до этого что людям нужно вот просто уважать их достоинства и тех которые ходят по этому парку просто гуляют но и те которые вот хотят как говорится извините меня подписать и пока как тоже вот ну ладно не будем о грустном просто я на этом заостряю внимание потому что вы же будете сюда друзья мои приезжать пойдете будете когда отдыхать вот на песчаном пляже тоже где там вам кто туалет приготовил да нет будете или в море ходить ну чё уж говорить ходите по маленькому ходите а вот а или в кусты вот другого третьего не дано вот ну а покуда сейчас здесь как хорошо пока можно здесь вот побыть посидеть вот он сухостой засохло дерево и тут тоже и вот эти вот видимо все таки у деревьев есть какой-то срок жизни вот она растет 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 а потом раз и умирает а потом пах и говорят что растение дерево умирает стоя она вот стоя умирает вы все равно падает вот так что вот она философия ну что вам друзья мои рассказать здорово конечно вот я когда ехал по россии там еще в сибири снег вот сегодня 22 апреля за байкаль и выпал снег байкал еще тоже весь во льду естественно во льду вот и только где-то башкирии чуть-чуть травка начала пробиваться просто мы когда проехали уфу и мне мой приятель с уфы написал что едешь по моим родным местам но и я думаю надо же ему как-то написать описать эту вообще природу вот я стал всматриваться думаю ну где-то зелененькая травка должна быть но где-то 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 и действительно чуть-чуть такой налет зеленоватый она только-только еще пробивается а в каких-то там оврагах еще даже снег лежит вот так а здесь ну вот настоящее лето и если вы не смотрели мои ролики о посещении парка галицкого то посмотрите пожалуйста в краснодаре этот парк я думаю летом конечно там будет вообще потрясающие виды но и то что я снял вот сейчас в апреле я думаю это тоже производит впечатление вот тепло сегодня 14 градусов я даже вот на велосипеде немножко так упарился но ничего нормально побывал на море и и вы вот в предыдущем ролике этот мое посещение увидите но в общем то и все вот все друзья берегите природу начинайте мыслить по-новому и распространяйте видео вот распространяйте видео или варламова известного блогера урбаниста который я вот в конце сейчас тоже поставлю ну посмотрите посмотрите его ролик хотя б-1 посмотрите о чем он говорит мы не будем жить с вами хорошо и в красивой россии в красивых городах пока не перестроим свое сознание нужно менять сознание и нужно понять что мы с вами достойны жить комфортных нормальных городских условиях ходить по нормальным тротуарам чтобы города наши были прежде всего для пешеходов а не для машин и я об этом говорил и буду говорить а вон там на дереве улитка что ли сейчас посмотрим да о какая ты жива нет старушка холодненькая но наверное живая но все друзья это был детский парк это было она по подписывайтесь на мой канал пишите свои вопросы комментируйте ставьте лайки дизлайки и распространяйте видео в социальных сетях если мои мысли близки вашим договорились всего вам доброго до следующих встреч а молодежь он там спортом занимается зарядку одни бегают а другие вот там качаются это здорово вот парки для чего должны быть понимаете а чтоб парки были чистые чтоб можно вот так вот и коврик расстелить и самому прилечь бесплатные туалеты должны быть друзья правильно 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 так Продолжение следует... Продолжение следует...